Время Большой Москвы Кубок ЛФЛ, который когда-то был аналогом Кубка УЕФА, теперь это очевидно аналог Лиги Европы. Второй по значимости турнир, но... Второй по значимости клубный турнир Москвы, но он исключительно важен для тех, кто выйдет на поле сейчас. И, безусловно, это очень-очень престижный трофей. Даже просто список его обладателей, список вообще тех, кто играл в финалах или кто прикасался к Кубку ЛФЛ, очень серьезен. Мы обо всем этом поговорим, ну а сейчас у нас уже готова начаться игра, и поэтому давайте к составам команд. Тройка, Южная Лига, ворота на ваших экранах слева, синие футболки, черные бриджи, белые гетры. И соперник ЦДН, Запад, ворота справа, полностью черная экипировка с вкраплениями белого. И с хозяев начинаем. Ворота тройки защищает Павел Гуреев, номер первый. Полевые игроки в защите справа налево. Дмитрий Катковский, 18-й, Марк Пуцко, 99-й, Алексей Житников, 8-й. В центре полузащиты Дмитрий Пахомов, 4-й, справа Илья Пилипенко, 5-й, слева Артем Семенов, 9-й, капитан команды. И в нападении Алексей Рогов, у него 11-й номер. В запасе Дмитрий Кошелев, 96-й, Сергей Сальков, 21-й, Клим Ландин, 88-й, Артем Шаров, 77-й, Яков Суворов, 7-й, Виктор Пинаев, 17-й. Я записал просто по списку футболистов, как их Михаил Ростопчин мне предоставил. Там Клим Ландин как защитник, например, хотя он скорее на позиции нападающего появится, если понадобится. Ну и ЦДН в следующем составе играет. Георгий Кашкашвили, номер один, защищает ворота. Тройка обороны, справа налево, Александр Кузьминов, 17-й, Сергей Даниловский, 66-й, Евгений Маришин, 20-й. И здесь, смотрите, какой подкат, и все чисто, все чисто было в этом эпизоде. Не было фола, первая весьма неплохая атака. Тройки, линия полузащиты у ЦДН, справа Зуропантия, 8-й номер, капитан команды, Виктор Воробьев, 15-й, в центре слева, Тимур Гейстер, 9-й, в нападении Владимира Читая, 5-й номер. В запасе голкипер Сергей Котов, 16-й, полевые игроки Михаил Павлов, 33-й, Андрей Налетов, 3-й, Игорь Крюков, 10-й, Владимир Цецвидзе, 16-й и Лаша Кашкашвили, 13-й. Ой-ой-ой, момент сейчас у тройки был Артем Семенов, не попал по мячу, пробивая в касание. Тройка ожидаемо сразу полетела вперед. Вообще тройка в какой-то мере путь Гефеста повторяет двух последних сезонов в исполнении Гефеста. Когда в сезоне 16-17 античные вышли в финал Лиги Чемпионов, проиграли там по пенальти Атлантису, а на следующий год добрались до финала Кубка ЛФЛ. Там тоже уступили уже в игре Трансконтейнеру, пропустив решающий гол в концовке. Вот тройка этот же путь повторяет, финал Лиги Чемпионов, на следующий год финал Кубка ЛФЛ. Вот только финал Лиги Чемпионов тройка выиграла. Сейчас у нас играет действующий обладатель трофея главного клубного турнира Москвы, который хоть и не вышел из группы, из очень сложной группы, с Авангардом и Титаном, а также с не очень сложным пищевиком, и в западном которому по 17 мячей грузили все остальные три команды группы. Но вот между собой разбирались, там тройка вот в дуэли трех, по-моему, четыре очка набрала, и в итоге не вышел из Уропантия. Примеряется капитан ЦДН, не попадая от ворота. Ну и, хотя уже тогда она сложила себя, вернее, не сложила полномочия, она потеряла шансы защитить свой титул победителя Лиги Чемпионов, а полномочия сложит сегодня, после этого финала, по сути, передаст, передав эстафету финалу Лиги Чемпионов, где сойдутся Гефест и ЦДК Северный, благодаря чему, собственно, на Севере и проходит вот этот вот день закрытия московского сезона ЛФЛ. В общем, тройка, команда очень серьезная, это клуб, который всегда был на ведущих ролях, всегда очень достойно смотрелся в Лиге Чемпионов, и то из группы не выходил, то, ну, чуть-чуть совсем, то выходил в плей-оп, и там в упорной борьбе проигрывал, там четвертьфинал, полуфинал, по-моему, был тоже. И вот постепенно шла команда и вышла в свой финал, который выиграла в прошлом году у Мега Титана, так, здесь Фолл, Сергей Даниловский нарушает правила, кто там Рогов был, да, по-моему, да, Алексей Рогов, безусловно, главная звезда тройки, хотя на самом деле вот принято считать тройку такой командой-звездой, но если мы от этого, с одной стороны, верного утверждения, а с другой, стереотипа, абстрагируемся, уйдем и посмотрим на вещи реально, то тройка это команда, которая является действительно коллективом с высококлассными исполнителями, где звезд много, но Алексей Рогов, безусловно, звезда главная футболиста, который выступает во второй лиге, очень долго играл за Долгопрудный, сейчас он, по-моему, перебрался, вот, боюсь соврать, в какую команду, но в любом случае это человек, который очень много поиграл в большой футбол, и человек, который зарабатывает исключительно большим футболом деньги, и человек, который в ЛФЛ кует вместе с другими партнерами славу тройке, раньше назывался команд тройка регион, сейчас регион, из названия ушел, сейчас просто тройка, CDN коллектив, немножко другого толка, расшифровывается аббревиатура центральный дом недвижимости, и команда, когда появилась в ЛФЛ, в общем-то, сразу же показала, что обладает большим бюджетом, набрала очень большой состав, а, прошу прощения, все-таки в Долгопрудном сейчас выступает Рогов, я вот хочу посмотреть, есть ощущение, что он покидал команду, а может быть путаю, нет, все-таки так в Долгопрудном и выступает, ну, тоже там одна из легенд команды, очень долго играет с Долгопрудной, был сезон, когда 10 голов он забивал, ну, и CDN, возвращаясь к команде с запада, играет в такой вот, она как раз звездный состав набирает, и сразу же очень глубокий состав, по 17, там, 18 человек на играх, но сейчас поменьше, хотя все равно, ведь, 13 набралось игроков у CDN сегодня, но, собственно, у даже 14, и у тройки столько же, но это финал, понятно, здесь все будут в максимально больших составах, ну, так вот, набрали очень звездный корректив, в котором приглашали там сильных игроков, при том, что могли не выпустить, некоторые так и ездили, будем называть вещи своими именами, зарабатывали деньги, практически, по принципу, сменки реже, примки те же, а иногда и вообще без сменок. Пока у нас идет на поле дебютная часть матча, борьба, в которой, обозначившись на первых минутах преимущество тройки, уже сейчас, наверное, сошло на нет, ну, может быть, по владениям мечом есть, и некоторый перевес, но, в целом, CDN очень уверенно играет при обороне, ну, и сам с удовольствием атакует. Тройка бессменный чемпион Южной Лиги, флагман этого округа, равных которому нет, никто на юге не играет успешно в Еврокубках, кроме тройки, и если у нее не пошло в Лиге Чемпионов, то пойдет в Кубке ЛФЛ, пожалуйста, да, они вышли там в плей-офф, добрались до финала во втором турнире, CDN история другая, CDN на Западе выступает, там очень сильная премьер-лига, Пилипенко с левой ноги! Один вот из игроков, о которых стоит отдельно поговорить, но мы это сделаем позже, по ходу эфира, но вот он получил шанс и сразу же выбрался на удар и пробил, они с Артемом Семеновым специально играют по краям, не под родную ногу, чтобы смещаться в центр и бить, у Пилипенко шикарнейшая, просто левая, просто шикарная, до того он играл за Иствуд, и там он центрально по лошаднике играл одного из двух бокс-то-боксов, как в Иствуде принято было, здесь он, видите, чаще с краю выходит, но и вот эти смещения с ударом, да, вот полуфланги очень опасны, и Георгий Кашакашвили успел ногу кое-как выставить, а еще против Кашакашвили солнце сегодня, что тоже важно. Он в своей фирменной бейсболочке, в черной, защищает ворота, но все равно наверняка, если... Такие-то существуют моменты, в которых Козырек не защищает от слепящих лучей, но в данном случае для него все прошло хорошо. Обслуживает сегодня встречу бригада арбитров Владимир Коржевский, и еще удар с левой ноги, но это уже не Пилипенко, это другой бывший футболист Иствуда Дмитрий Котковский, и вот тут-то ничего не сделать. Пилипенко там, по-моему, как ассистент поучаствовал. Дмитрий Котковский, блестящий защитник, который выставить чаще в центре играл тоже, здесь играет на правом краю, абсолютно двуногий игрок, который действительно может с каждой ноги пробить. И вот я сегодня, когда составы брал, проходил на него, спросил, ну что, Дим, первый финал, как готов? Видно было, что заряжен он, кивнул, ну и посмотрите как, да, не так часто Дмитрий забивает, он все-таки больше на обороне сконцентрирован, хотя, опять же, Котковский защитник-универсал, вообще интеллектуал, очень умный парень, и это также и в игровой интеллект переходит, и пас, и удар, и отбор, все у него есть. Молот, Статин, и посмотрите, да, как сейчас сыграл, действительно, шикарнейший удар от дальней штанги, мяч воткнулся в ворота, и тройка впереди. Так вот, Владимир Коржевский и Сафуддин Рамазанов обслуживают этот матч, Сафуддин Рамазанов как резервный арбитр, я так понимаю, что он сегодня на всех четырех играх будет, ну, на резерве попроще работать, хотя все равно, на самом деле, выматывающая работа, даже там пустенек где-то на бровке, но он не все время там, во-первых, во-вторых, Сафуддин Рамазанов не стоит у своей будки, а двигается по бровке постоянно, подсказывает, плюс занимается протоколами, очень много всего, и чтобы команда их заполнили, и после матча все подписали, и ведет протокол. Здесь Гейслер падает, ну, конечно, никакого фола здесь нет, даже если минимальный контакт был такой, не ставят, тем более где, в штрафной поставить, но это смешно. Ну, и для вас работает Александр Седов, еще не представлял себя в этом эфире, в этом эфире. Ну что ж, тройка сделала то, что ей было нужно, она забила гол, и теперь для команды идет игра в ее привычном удушающем стиле, вот со всеми, наверное, не супер-топ-клубами тройка так играет, вот исключение, это команды калибра Гефеста, Мега-Титана, когда-то Барса, ФКСП, но с ними, там, тот же Титан, но с ними тройка тоже играет достаточно уверенно, просто нет такого доминирования. Когда же речь идет о просто супер-клубах, вот мы такую формулировку применим, просто супер-клуб, вот так можно обозначить, наверное, статус ЦДН в режиме любительского футбольного региона Москвы, вот когда о таких командах идет речь, тройка играет словно удав с кроликом временами, ну, посмотрите, как, не как кошка с мышкой, а именно как удав с кроликом, который этого кролика не выпускает, который не дает ему ничего сделать, и только дает лишь призрак надежды, а на самом деле сжимает, сжимает, сжимает свои кольца, и в них душит соперника, и именно поэтому, несмотря на то, что очень серьезный состав у ЦДН, тройка выглядела фаворитом, и, пожалуйста, забивает второй мяч, теперь после углового на исходе 13-й минуты, это случилось, тот, кто и должен был сегодня забить, Алексей Рогов, ну, а вот здесь безо всяких вопросов, голевой пас от Ильи Пилипенко, и вот этот трансфер из Иствуда, я знаю, здесь сегодня Алексей Евдокимов приехал не просто на финал, а приехал поддержать своих друзей, товарищей, очень много лет, и Пилипенко, и Котковский, но особенно Пилипенко отдали Иствуду, поверьте, у Ильи предложений было изо всех, наверное, топ-команд Лиги, ну, из многих топ-команд Лиги на хорошие деньги, но он оставался выставить, играл за друзей, но в конце концов, перешел, но перешел, опять же, не меняя округа, в родном юге остался, вот сейчас, правда, Илья упустил мяч за боковую линию, но вот играет за тройку, за команду тоже самобытную, вот по той информации, которая есть, в тройке не платят деньги игрокам, но могут устроить на работу, то есть помогают по жизни, да, но да, я, кстати, сказал, что Рогов забил, прошу прощения, конечно, Артем Семенов, капитан команды, отличился, они немножко похожи, с Алексеем, а я почему-то решил, что девятый номер, это номер Рогова, хотя, конечно, тут под одиннадцатым играет, а вот забил девятый, как раз, ну, Рогов еще, слово может сказать, вполне здесь пол, у ЦДН ничего не получается, разладилось, совсем после того, как открылась счет тройка, а потом, потом вот пошло, действительно, тотальное доминирование, оно привело ко второму голу, да, кстати, не Пилипенко отдал голевой пас, надо смотреть, кто, потому что пас-то был, ну, знаете, это такой, пас, он сам по себе, по сути, не был голевым, просто человек, который забил, сделал все просто шикарно, но, а, отдал Дмитрий Пахомов эту передачу, из центра развернулся, но, опять же, вот, ошибка ЦДН, дать пространство, дать тройке пространство, кажется, что это рабочая команда, но она, понимаете, она совсем не рабочая, крестьянская, как вот можно говорить, она команда, которая обладает убийственным классом и убийственной эффективностью, вообще по эффективности с тройкой мало кто может сравниться, и вот дали пространство, получите, распишитесь, ну, это все равно, что, знаете, вот будет команда с тройкой играть, да даже с ЦДН, пожалуйста, будет команда играть, встанет и будет пласироваться, будет против игроков ЦДН пласироваться, не будет встречать, но будет, она сохранит позиции, вот, такое условие дадим, все 60 минут игры, но там плюс добавлено, здесь Даниловский бьет, Гуреев на месте, но в него попал мяч, надо сказать, а Лашка Шакашвили не успел добавить, но особенно так и не выпустил Гуреев мяч, ну, так вот, будет пласироваться против этой команды, против ЦДН, да, игроки, просто занимая позицию, сколько голов ЦДН забьет, если не будут встречать футболистов ЦДН, вот, с тройкой еще опасней, подает мяч, сейчас Мамадума и Га с моим партнером, и, на самом деле, отсутствие этого темнокожего, не знаю даже, как сказать, полузащитника, защитника он везде играет, но мне больше нравится, когда он в центре полузащита играет, потому что он, там, наверное, ярче раскрывается, а справа в защите его упускают, в ЦДН, потому что он, просто очень хороший, универсален, но вот сегодня не играет он, и это, конечно, потеря для Центрального дома недвижимости, дриблинг Тимура Гейслера, как говорят старшие коллеги-комментаторы с Центральных каналов, для газеты «Пионерская правда», потому что, да, у Тимура Гейслера техника, конечно, на грани фантастики, но не всегда она против брутального футбола дает эффект, здесь вообще ничего не было, даже мяч не ушел, но фолл-то не был точно, мяч, может быть, и выходил, как мне показалось, но там, насколько полностью пересек линию, вопрос. Единственное, сейчас ЦДН удалось забрать мяч, пошли разрывы, тут замены, на самом деле, сыграли ЦДН, и Лаш Кашакашвили появился на поле, и вступил в игру Андрей Налетов. В остальном стартовый состав играет, но это привело еще к перестановкам, потому что нет Владимира Читая, но Зураб Анти перешел в нападение, но в конечном счете все это не имеет значения и не помогает, потому что уж простите, если вы считаете, что ваш комментатор сглазил, но Алексей Рогов не мог не сказать свое слово, с другой стороны, не надо быть Алексеем Роговым, чтобы в такой ситуации забить гол. На 18-й минуте из Вратарской, находясь лицом к воротам, нападающие тройки, доводит дело до разгрома, везет мне сегодня на финалы, но я для вас сразу скажу, что и в финале Лиги Чемпионов вы меня услышите, но не только меня, Кирилл Розумовский, конечно же, также для вас прокомментирует, кстати, не представляю свою бригаду, она, в общем, не изменилась с финала Кубка Москвы, Дмитрий Закиров снимает эту игру, а Никита Лаврентьев, который блестяще отработал для вас финал, шикарнейший финал Лиги Москвы, он режиссер трансляции сейчас, АЦДН ищет варианты, но проблема в том, что оставляет все больше и больше свободных зон, Пилипенко отбирает мяч, дает Рогову 4-0, 4-0, у нас пошла небольшая задержка на стадионе, а учитывая, сколько времени занимает награждение, я предлагаю после первого тайма его проводить, не сочтите это за неуважение, АЦДН, но, понимаете, нельзя так играть против тройки, на самом деле, до сих пор тройку недооценивают, наверное, кто-то считает, что она случайно обыграла Мега Титан, напичканный звездами, шикарный Мега Титан, который борется каждый год, наверное, может быть, находясь здесь и будучи там плоть от плоти Северной Лиги, я крамольную мысль выскажу, что Западная Премьер Лиги все-таки сильнейший на данный момент чемпионат, хотя две северных команды играют в финале Лиги Чемпионов сегодня. Вот Мега Титан там борется за золото, вот в этом году Титан стал чемпионом, в прошлом году ФКСП, то есть Мега Титан борется за золото и даже не выигрывает его, а Мега Титан, ну это действительно топ-команда, он бы и на севере боролся за золото, может и не смеяться так, но это желтая карточка, Владимир Кожевский за намерение сейчас дает Зуробу Анти, предупреждение, ну он с одной стороны мяч сыграл, но открытый подошвой и наверное в прыжке даже можно сказать, поэтому желтая карточка здесь все закономерно, ну а к финалу Лиги Чемпионов у нас подтягиваются зрители с мороженым, с самокатами, здесь будет жарко, но жарко у нас и сейчас, и из-за погоды, из-за того, какой футбол демонстрирует, на первую очередь тройка, все-таки, но мы ждем, что ЦДН сможет включиться, а тройка еще и угловой зарабатывает, даже в такой вот ситуации. Мы тут с Никитой Лаврентьевым обмениваемся записками про Мегатитан, и вот такая пришла мысль, что Мегатитан очень на Ливеркузен похож, времен Неверкузена, когда триплет Фантом сделал клуб Аспириновый в Германии, когда он должен был выиграть чемпионат, был в финале Кубка и финале Лиги Чемпионов и все проиграл. Пытается ЦДН что-то изменить, но очень тяжело играть в матче, когда ты весь год шел к трофею и очень рассчитывал на эту игру, ты в финале, и вот ты проигрываешь 4-0 после 20 минут игры, а еще у тебя голкипер пока лучший игрок команды, как сейчас Георгий Кашкашвили снова выручает, уже второй раз по-настоящему он выручает ЦДН, и понимаете, это не похоже на Кубок Москвы, где играли Динамит и Штарк, все-таки давайте объективно команда из разных весовых категорий, и Штарку респект за самоотверженность, за сражение, за старание, но там все было очевидно, и Штарк тоже понимал, что он не фаворит. Здесь, я думаю, ЦДН не понимал, что он не фаворит. Здесь ЦДН приехал играть за победу на равных, а может быть, еще и перевес в классе, продемонстрировать. Есть, конечно, потери, вот Мамадума Ига, Евгений Романов, важнейшие футболисты, которых ЦДН сегодня очень не хватает, но это же не проблема тройки. Удар Павел Гуреев не скажет, что тащит, отбивает Михаил Павлов, появившийся на поле по ходу этого кошмарного для ЦДН в тайма. Протащил мяч по левому флангу и ударил так, как ему сил хватило. Антия здесь покачал вышедшего по ходу игры Дмитрий Кошлиев, но я все замены не буду анонсировать, это просто не имеет смысла. И пробил, ну не то, чтобы обыграл, да, просто, знаете, как в баскетболе перед трехочковой дугой в одну сторону, в другую мячик и бросочек. Но вот не попал в корзину. Вот сейчас мне кажется, что Пахомов-то нарушал правила, потому что опередил его здесь хороший вопрос, кто? У меня вот 18 номера нет в заявке. ЦДН, может быть, это Владимир Цицидзе, конечно, потому что у Сергея Котова 16 номер, и Цицидзе написали 16-й. Не знаю, но в конечном счете там фола нет, а в итоге есть нарушение правил уже на другой половине поля, и будет, да, это Владимир Цицидзе, неправильный номер ему написали, у него 18 номер заявки, будет штрафной удар, этот розыгрыш, Пилипенко с левой, гол, это Илья Пилипенко, это Илья Пилипенко, это, получите, распишитесь, ему даже не нужно, чтобы позиция была прямо-таки суперудобной, он просто забивает, Наверное, особенно рады даже в Иствуде, что перешел в тройку Пилипенко, все равно команда, все равно бороться именно с тройкой Иствуд не может, и вообще, конечно, после ухода Котковского и Пилипенко Иствуд откатился в нынешнем сезоне, ну, потерял очень сильно в классе команда двух главных своих игроков, она лишилась, но они остались на юге и будут играть в сборной юга по-прежнему, это важно. И все-таки, да, я, честно, не особо верил в победу ЦДН, хотя, опять же, на таком уровне, в таких матчах прожить может все что угодно, здесь не нужно там заранее что-то предполагать, но все же в любом случае 5-0 по истечении 26 минут игры я, конечно, представить не мог. А у тройки, посмотрите, как вылетает команда в контратаке, она не останавливается, тройка не та команда, которая останавливается, это тем более финал. Тройка будет бить и забивать пока получается. Сейчас даже, вот видите, ЦДН фалит, а у меня все равно у тройки остается. Ну, вот здесь, правда, отобрали, в конечном счете фол на антии, но, опять же, фол такой, что из своего отбора ЦДН ничего выжить не может. Ничего. Ну, вот штрафной удар как раз Владимир Цицвидзе сейчас будет бить у тройки замены по хому в игру. Возвращается, меняет он Артема Шарова, который свой отрезок провел, Михаил Растопчин там рассказывает и подсказывает, что нужно делать и своим подопечным тоже показательно, да? При счете 5-0 и главный тренер тройки остается в работе. Куреев, шикарный вынос. Вот видите, ну все получается тройки. даже такие вот маленькие элементы, которые, ну, не играют вроде бы там ключевого значения. Вынос Гуреев, ну какой шикарный, да? и далекий, и точный. А здесь здесь думал Артем Семенов, что будет фол. Ну и вообще, конечно, фол свистнуть можно было, но с другой стороны надо знать Владимира Коржевского. Он такие фолы свистеть не любит и тем более при счете 5-0 польза одной из команд. Причем в любую сторону. Не то, чтобы там слабым помочь. Просто Владимир Коржевский в такой манере работает. А теперь перепенка с левого края. Здесь у него левая нога. Он делает передачу. Он уже пытался обхитрить. Все, наверное, ждали, что он либо бить будет, либо под себя уберет. А он пас сделал, но это было менее удобно из всего для него. Но при счете опять же 5-0 попробовать можно. Пахомов. Его еще по прическе легко идентифицировать. На поле такой нет. Ни у кого больше сегодня. Пару лет назад на пике моды была эта прическа. А вот здесь перехват от Виктора Воробьева. А это и фолл. Это желтая качка, наверное, будет. Да, Илья Пилипенко ее получается. Цвидзон сбил. Но, кстати, вполне себе оправданно. Фолл, да, желтая, да. А мяч в центре поля вместо быстрой опасной атаки штрафной удар из центрального круга. Розыгрыш и позиционная атака. Может, Воробьев будет бить или нет? Пахомов перед ним. Воробьев Пахомов между ног отдаёт. Но дальше всё равно играют в вальсе тройки. Тащит Семёнов мяч. Там бежал Пахомов слева. Лучше вернулись сейчас ударить в ЦДН, чем номинальные хозяева. Но всё равно мяч в синий сохраняют. Требовали просто буквально на Сергея Салькова развернуть игру. Его 21 номер тоже по ходу игры появившись на поле получил мяч. Пословно, в большинстве хоккейном от бортика к бортику переводят игру тройка. И вообще, да, согласитесь, есть ощущение, что она в большинстве играет, а составы-то равны по количеству игроков. А по качеству более звёздным считается состав ЦДН. Но это только считается, как вы понимаете. Первый тайм завершён. Свисток Владимира Коржевского отправляет команду отдыхать. Время и нам переосмыслить происходящее или просто осмыслить. И вернёмся на вторую половину игры. А главной интригой для меня является увидим ли мы Сергея Котова в воротах ЦДН. Свисток Владимира Коржевского приглашает команду вернуться на поле, но вернее приглашает вернуться ЦДН. Тройка уже тут, там поговорили, быстренько Михаил Ростопчин всё рассказал. Ну а главный тренер ЦДН, между прочим, футболист, поигравший в российской премьер-лиге, Альберт Осколков, он вот сейчас говорил чего вы испугались, бегайте туда-сюда. Ну посмотрим, как сейчас сыграет ЦДН, смелее или нет. Спасибо западным коллегам сейчас Дмитрий Решову за обратную связь. Ну собственно я сказал про то, что да, Маяга, Романов травмированы, но есть тут ещё нюансы, Маришин играет с травмой, Даниловский с травмой, Анти и Гейслер только после травмы, это всё конечно сказывается. И вот Дима написал, что Дэн понимали расклад, но говорит, не отказываются же от участия в финале, само собой. Да и потом всё равно повторюсь, да, там травмы, да, проблемы, но ЦДН команда обладающая очень сильным подбором игроков, которая могла бы теоретически зацепиться, даже если соперник в лучшем состоянии и в более оптимальном составе, а состав тройки безусловно оптимальный. Ну и вот активно начинается Дэн Гейслер, бьёт, на самом деле он один из самых активных, и он и Анти, вот не даром, что после травмы играют очень активно. Котов пока на поле не появился, по-прежнему в воротах Георгия Кашакашвили, но претензий к его игре точно быть не может. Вот Альберт Осколков фаратировал состав в первом тайме, давал сыграть в принципе всем, кто заявлен на игру, на групповой стадии ЦДН и практиковал в принципе замены по 5, 4, 5, 6, даже 7 человек. Смотрите, что тройка вытворяет, но здесь не будет свободного, это и не был пас. Даниловский себе меня сейчас останавливал, просто по подсказу, голкипера не стал играть вторым касанием. Давайте посмотрим, в каких составах на вторую половину команды вышли. Тут наверняка есть изменения, у тройки точно есть по сравнению со стартовым сочетанием Гуреев в воротах, оборонно, справа налево, Катковский, Пуцко и Житников, нет, не Житников, Клим Ландин действительно в защиту вышел, похоже, нет, 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 все-таки поднимает сейчас, да, Житников играет в защите, в полузащите, справа, здесь момент у Пахомова, не получается удар, справа играет Сальков, нет, вообще не Сальков, конечно, Шаров, в центре Пахомов, слева Ландин и Рогов на сре атаки. У ЦДН Кашкашвили в воротах, в защите Кузьминов, Даниловский, Маришин, Виктор Воробьев в центре, анти Гейслер по краям, читая в атаке, вот ЦДН стартовое сочетание выпустил, которое, как поменялось по ходу первого тайма, как первая замена произошла, так больше не возвращалась. Уцко подключился к атаке, а здесь Рогов ставил Пахомову, но тот не добежал до той точки, немножко другого ждал, атака Рогов, по сути, только погладил мяч. К слову, к разговору о бывших футболистах Иствуда, вот сейчас на стадионе есть еще один игрок, который с Пилипенко и Катковским за Иствуд играл, Евгений Королев, но он здесь по двум причинам и больше, наверное, не то, что его бывшие одноклубники играют в финал Кубка ЛФЛ, а то, что Гефест, в системе которого Евгений Королев находится, играет в финале Лиги Чемпионов ЦДК. Сейчас Королев заявлен за Гефест 2, но мне кажется, что будет он все равно выступать за первый Гефест в следующем сезоне, хотя, конечно, не могу Дмитрию Бакульну и Алексею Швындину залезть в голову. Королев шикарный игрок, но у него была тяжелая травма, по-моему, разрыв крестообразной связки, и из-за этого он долго не играл. Ну и что, Клим Ландин на 34-й минуте первый гол забивает во второй половине игры. В первый Клим Ландин вообще не выходил. Один из ветеранов тройки, игрок, может быть, кому-то покажет, что он грузин, но он, да, может быть, он где-то добавил в последние годы в весе, но он всегда был игроком, скажем так, достаточно плотным, но одновременно и качественным. Тут, конечно, имела место ошибка Георгия Кашакашвили, но винить его за нее, наверное, не стоит. Тяжело действовать с предельной самоотдачей, когда ты брошен на растерзание. Если говорить о пути команд в этом турнире, то для CDN именно кубок LFL начался раньше. Команда играла в группе G, где ее соперниками были восточный трансгарант, юго-западный чемпионат и северный легион. CDN группу выиграл со счетом с 13 очками, но там не без проблем обошлось. В первом туре CDN неожиданно уступил чемпионату 2-1. Причем в итоге чемпионат CDN так и не обыграл, во втором круге сыграл 2-2. Вот Гейслер! Момент! Подкоролил на ошибку и бил в дальний угол, не попал. Чемпионат и во втором круге не обыграл CDN, в итоге чемпионат 10 очков набрал и 10 очков набрал трансгарант, который CDN два раза проиграл, но обыграл всех остальных четырежды и набрав столько же очков, сколько чемпионат. Именно он пробился в плей-офф, а легион закончил с одним очком, правда, в последнем туре сыграл ничего с трансгарантом и отыгрался там с 0-2 и был близок к тому, чтобы последние пять минут оставить трансгарант без плей-офф. Но это уже другая история. Здесь у нас от Анти сдают нервы, уже против Котковского у него были к нему претензии в первом тайме. Ну, Анти игрок горячий, а Котковский сыграл жестко, готов за себя постоять, если что. Но дело в том, что вообще ругаться с тройкой не стоит. Красная карточка за рабу Анти, а Котковский, ну, наверное, если получит, то желтую, толчок за рабу Анти был настолько очевидным, настолько агрессивным, что здесь, а там еще все было сдобрено словами. Анти тут продолжает что-то выяснять, а ему теперь терять нечего, да, он к Михаилу Растопчину идет, они тут обнимаются, не знаю, чего больше в этих объятиях дружелюбности или агрессии, но там вроде все нормально уже, хотя не знаю, даже, но тут говорят, за что одному даешь красную, ну, ребята, посмотрите эпизод на видео, за что давать красную Котковскому. Анти должен покинуть стадион, ну, вот я хотел сказать, что, да, Котковский может быть не самый мощный игрок в тройке, там покинули, покинул стадион еще кто-то из представителей Лициден, но как-то здесь, да, на Флотской не складывается у западных команд с судьями и соперниками, помним, да, что было в полуфинале Лиги Чемпионов, когда Титан играл с ЦДК, в этом еще, наверное, с Кириллом Розумовским поговорим, если позволит нам игра, ну, так вот, тройка не та команда, на которую стоит идти с агрессией, и Катковский пусть не самый, может быть, мощный парень, хотя и может за себя постоять, но, как лицо, голову он не прятал в песок, но, понимаете, что есть кому вступиться, и тройка это как раз очень сильный духом коллектив, который своих в обиду не даст. Катковский, как ни в чем не бывало, заряжается правой, слева у него получше получилось сегодня. Запасной мяч сейчас подадут арбитры, ну, кому-то из представителей тройки нужно будет сходить за мячом, поскольку тройка как хозяин поля. Ну, и вот произошло то, о чем я говорил, Георгия Кашакашвили заменили на Сергея Котова, но это точно не из-за допущенной ошибки в голе Клима Ландина, там, в общем-то, даже без ошибки гол мог бы состояться. просто поиграть Сергею Котову, голкипер, который на севере не так давно выступал за терминатор и выигрывал чемпионат в северной лиге. Так, ну, здесь сейчас Рогов, ну, грубо сыграл против Тимура Гейслера специально, но я думаю, что здесь это такая злопамятность небольшая за проявленную Зурабом антиагрессию. Клим Ландин отдал дань уважения сейчас футболисту ЦДН, конкретно Александру Кузьминову, пап перед ним, кипят страсти, да, счет 6-0, первый сет остался за тройкой, страсти кипят. Пилипенко возвращается в игру вместо Пахомова, ну что, в центр? Похоже, да, похоже, что ее Пилипенко сейчас в центре сыграет, не знаю, я думаю, что, не знаю, какая именно у нее любимая позиция, но я думаю, что именно в центре ему нравится играть больше, здесь больше пространства, больше возможностей, а здоровье как у ломовой лошади у Ильи Пилипенко, наверное, потому его в том числе в тройку и подписали, а для кого не секрет, что тройка это, в общем-то, клуб, который базируется на, скажем так, организованной группе поддержки московского ЦСК. Пуцко, если кто не знает, Марк Пуцко, это старший брат Артема Пуцко, который является спецненником московского Спартака, уже забыл сейчас, где играет Артем в данный момент, Никита Лаврентьев уже полез смотреть, сейчас подскажет, не в Енисеи там случайно, но в любом случае, Артем Пуцко, к слову, заявлен тоже и играл за тройку регион неоднократно в Уфе, да, сейчас Александр Пуцко, конечно, да, прошу прощения, не Артем, Александр Пуцко, но сегодня и без него, как видим, справляется. Тройка, у нее не появлялся на поле, по-моему, только Виктор Пинаев, сегодня, но Виктор Валерьевич не так давно восстановился после тяжелого повреждения, не знаю, почему сейчас не выходит, но, наверное, еще увидим его на поле. Котковский уже, смотрите, куда забрался Дмитрий, а вот с пасом ошибся на Житникова играл, ну, не точно, Алексей Житников тоже, насколько я помню, игрок достаточно серьезный, опытный, поигравший, да, в российской премьер-лиге, вот, все верно, за Раменский Сатурн, ну, а я так понимаю, что в тройке он оказался через партнерство с Роговым в футбольном клубе Долгопрудный. Ну, и, конечно, Житников силен, здесь не пошел до конца Пилипенко в жесткий стык с Даниловским, да и не нужно это было, тем более Клим Ландин здесь отборолся, подстраховал и атаку Сиден остановил. Правда, мяч у черно-белых сохранился, играть еще, конечно, очень много времени, 18 минут, пока у нас интрига, как второй тайм команды сыграют, 1-0 в нем ведет тройка, но Сиден пытается, пытается нарисовать голевую комбинацию, выходит, пока так себе. Сиден проводит замену, Даниловского меняют, впервые в этом матче покидает поле центральный защитник, и на его место Андрей Налетов выходит, он играл уже, но с краю защиты было. Ну, а тройка продолжает контролировать игру, она, напомним, в большинстве еще играет после удаления Зураба Анти, которое случилось на 37-й минуте, сейчас у нас 44-я, уже достаточно скоро появится 8-й игрок, 7-й полевой у ЦД, но а пока, видите, очень тяжело с мячом встречаться, Котов, несмотря на трафик, отражает, тут дорога, в домом по центру пришелся, но был очень опасным, как-то Зураба Антия вернулся на стадион, формально он там не должен находиться, но он уже снял игровую футболку, правда, его обычная футболка мало чем от игровой, отличается, а нет, не снял он игровую футболку, все правильно, так и в ней остается, ну, ладно, пусть будет это маленькое допущение, тут вижу, я улыбается Сафудин Рамазанов с Владимиром Коржевским о чем-то переговаривается, это вообще самое интересное переговоры арбитров, была бы у нас такая, возможно, да, Майл расшаривает переговоры, что будет гол или нет, нет, Котов восстанавливает мяч, который от Лима Ландина уже в ворота залетал, но там запрыгивал и медленно, а здесь Марк Пуцкой играет не очень удачно, ну, главное остановить было эту передачу, он ее остановил, но у нас аншлаг будет на финале Лиги Чемпионов на Флотской, никаких сомнений нет, в шестером, ну, в семером, в шесть полевых продолжает ЦДН пытаться атаковать, здесь не было нарушения правил, тут, наверное, и сам поначалу Дмитрий Кошелев нарушал правила, поэтому, ну, или мог нарушить правила, поэтому арбитр и на нем не свистил нарушения. Филипенко на Рогова, попробую отбери, и когда нужно отдает, он, а дальше Филипенко назад играет, зная, что там нет нападающего ЦДН, и поэтому спокойно проходит передача Рогов, ну, и фалит, конечно, Даниловский, а может быть и не хотел, но Рогов так тонко сыграл, и с другой стороны он на фолт провоцировал все-таки соперника, поэтому все закономерно опять же. Рогов сам будет бить. но бьет высоковато Алексей может себе позволить. 14 минут до конца игры, пошла 47-ая минута, все, 8 человек у ЦДН в меньшинстве не пропустили футболисты из западной премьер-лиги. Ну вот я продолжу про турнирный путь центрального дома недвижимости. плей-офф в 1-16 финала не участвовала команда, так как выиграла группу. В 1-8 достался северо-западный Бобр, который вылетел из Лиги чемпионов, но там он дважды сыграл ничью с Интером на групповой стадии, чего больше никому не удалось. И первый матч 2-2 закончился, но на Сетунь-парк ЦДН разгромил Бобров 4-1 и прошел дальше. В это время тройка, вылетевшая из Лиги чемпионов, 4-1-3-1 расправилась с западным АФК Портер, не путать с Портером, который сегодня выиграл Лигу Москвы, хотя это, в общем, команда одной структуры. В 1-4 финала ЦДН встречался с северной бедой, и хотя был явным фаворитом, едва не случилась сенсации. Первый матч закончился 2-2, пусть и преимущество ЦДН и вели 2-0, но сыграли 2-2, а в ответной встрече, наверное, даже беда где-то была получше, хотя ЦДН пенальти не забил, Юрий Струков взял. Сыграли 0-0, потом была серия пенальти, где Струков взял то ли 2, то ли 3 удара, но 2, наверное, но беда все равно проиграла, потому что ужасно исполнял пенальти, 1 только забила и вылетела, 1-2 там по пенальти все закончилось, да. Тайран там 8-1-9-3. В 1-2 финала ЦДН играл с Нижгарами, возродившимися в этом сезоне, и выиграл у них 3-2, 3-1, Нижгары выигрывали 2 года назад кубок ЛФЛ, ну а тройка выбила прошлогоднего обладателя этого трофея, западный транс-контейнер, уже первый матч закончился с счетом 4-0, во втором 4-3, тройка на Светлане Парке все очень уверенно тоже победила с точки зрения двухматчевого противостояния. Ну и вот теперь такой финал мы видим. Такой мы видим финал, ну и к слову, к слову, уже можно об этом уверенно утверждать, у нас запад является рекордсменом кубка ЛФЛ по победам в этом турнире, 7 побед, Каид, Спарта, Кегли, Барс, снова Спарта, снова Каид и транс-контейнер выигрывали, Каид, да, давно было, у Севера 6 титулов, беда, не вас, но беда, ЦДК, Амперия, и снова ЦДК, приносили, Котов, хорош, отражает Эдар Пилипенко, очередной, но остальные округа, на все, на все округа, три трофея, желтая карточка Владимира Читая, на 50-й минуте, два у Востока, Конькова и Нижгары, и один у Севера, у Востока, в незапамятные времена, третий тайм, выиграл, ну, это будет первый трофей Юга, точно знаю, в Кубке Офел, финалист, вот, играл, но там был разбит, это тоже было, во времена гаревых покрытий, больше 10 лет уже, наверное, прошло с тех пор, а тройка не останавливается, тройка продолжает, тут уже даже было сказано, что как будто продолжаем меньшинстве играть, Сергей Котов сказал, но Сергей Котов не пропускал, сегодня, еще 10 минут только есть у тройки, чтобы это исправить, тройка старается, сейчас Виктор Воробьев в тяжелой ситуации, под прессингом Пилипенко, тут же и Семенов, и капитан тройки, мяч в итоге отбирает, Пилипенко, капитанская повязка того же цвета, что и форма у Семенова, но она сжимает руку, вот здесь Пилипенко закопался чуть-чуть, особо у него не было вариантов, в итоге соперника сыграл, а вот и Виктор Валерьевич Пинаев, кстати, появился на поле, вот он с мячом, в позиции правого полузащитника он играет, Яков Суворов, через Рогова, здесь Сальков, Пинаев, а может и правого защитника играет, Пинаев сейчас, Кошелев, Суворов комбинирует тройка, очень спокойно, а ЦДН не может отобрать мяч, проникающий пас от Суворова на Пинаева, но того не пустил Михаил Павлов, штрафную не дал ему обработать спокойно, Пилипенко в свободную зону, ворвался, получил, Семенов ставит, Пинаев, и защитник спасает, все тоже Михаил Павлов, ну а это удар без обреза от Андрея Кошелева, совсем не получилось, но так бывает, аншлаг на Флотской, конечно, обеспечен еще и тем, что нас ждет самый звездный финал Лиги Чемпионов, и как раз тот момент, когда я это говорю, у нас какой план от Дмитрия Закирова, подсказывает мне Никита Лаврентьев, как раз обратите внимание на монитор, Андрей Коряка и Андрей Тихонов, разговаривает за воротами ЦДН, пока Сергей Котов там будет отворот мяч в игру, а еще Евгений Алдонин, который месяц не появлялся на полях ЛФЛ, поскольку уезжал, вернулся и будет сегодня, вот пожалуй, не будет Дениара Беллидинова, скорее всего, я его не вижу, да, но об этом опять же с Кириллом Разумовским поговорим, пока у нас на поездке дня все еще финал Кубка ЛФЛ, где Виктор Воробьев грузит штрафную, но там защитники тройки, А теперь тройка в атаке, Пилипенко, Пинаев справа, Пилипенко налево играет Рогову, Рогов удар, и в ближний, по-тихоновски бил, но Котов оставил руку, хотя уже заваливался в центр, с Корякой и Тихоновым там фотографируются люди, и Алдонин там еще, по-моему, тоже, неизбежно, продолжает тройка душить соперника, получше удар был по направлению, чем предыдущий от Кошелева, но все равно бы не прошел, потому что заблокирован был, Пинаев уже слева, Пилипенко, продолжает у нас склад за ощущение, что ЦДН в меньшинстве играет, но оно еще в первом тайме было, это ощущение, ну и тот факт, что вот этот матч у нас не получился, да, там очень интересен со спортивной точки зрения, я думаю, что финал Лиги Чемпионов нам компенсирует, по крайней мере, все это ждут, но не обязательно, что там будет искрометный футбол, хотя ЦДК и Гефест в этом году выдавали очень напряженные и интересные матчи, но посмотрим, пока пытался Фицвидзе прорваться, но через Сергея Салькова сделать этого не сумел, но если здесь фаворит все-таки был очевиден, в следующем матче его не будет, здесь против Читая играет Марк Пуцко, здорово, Клим Ландин вышел в атаку, скидка у него не очень получается, но мяч остается у тройки, Пинаев, Ландин забегает, Пинаев один в один, переводит направо, Якоб Суворов черпачком на Ландина, по уму, может быть, не веди со счетом 6-0, сейчас тройкой по-другому бы сыграл Суворов, но тройка ведет со счетом 6-0. по-прежнему ЦДН без мяча, Тимур Гейстер вступил в борьбу и отобрал мяч, и даже заработал штрафной, Ну и вот, да, я соглашусь с моим коллегой Никитой Лаврентьевым, что при обороне ЦДН играет, ну, как-то, может быть, даже, если так рискну сказать, немножко по-детски, все смотрят на мяч, все двигаются вслед за мячом, а тройке только того и надо, у нее попробуй, отбери. Маришин ошибается в обработке, но это уже усталость, эмоции здесь что, фол? Фолит, фолит, Маришин, Ландин включил скорость, и упасть такой крейсер может только после столкновения с кем-то, в данном случае спину подтолкнул его Маришин, проиграв позицию. Три минуты до конца, я не думаю, что будет добавлено время, это просто издевательство над ЦДН, будет, я думаю, что черно-белые больше хотят закончить игру, чем забить единственный гол, если бы выбор вот был, и поиграть, еще 15 минут, и забить, или закончить сейчас, они бы сейчас закончили, я думаю, тем более, что все равно к голам ближе тройка, и опять же, вот нужно было бы сегодня тройке 12-0 выиграть, и я думаю, что во втором тайме необходимые 7 тройка бы забила, а не 1. Но опять же, ЦДН с большими проблемами столкнулся перед этим финалом, и есть потери кадровые, и много игроков, кто либо с травмой, либо после травмой играет, а следующий еврокубковый сезон еще и без Зурабантии начать придется, потому что как минимум одну игру он получит дисквалификацией, а по-хорошему 2-3, а в зависимости от того, что он сказал, может быть и больше, хотя вряд ли. Суворов против него трое игроков ЦДН смотрят, что будет Яков делать, но вот активный Гейслер только сзади прибежал, включился, отобрал мяч, и на нем Суворов тут же сфалил, а Цитсвитзе и Маришин из, можно сказать, вип-ложи из фэн-зоны посмотрели футбол сейчас. Полторы минуты до конца, 6-0, и похоже, что так и доиграют. Хотя вот сейчас Читая от Пинаева к нему мяч прилетел, по-моему, Читая подставил голову присев, но подставил мимо ворот. Когда-то Владимир Читая был символом Мега Титана, а с тех пор он успел уже отыграть несколько лет за ФКСП, а теперь уже и в ЦДН не первый год играет. Как быстро летит время. Здесь вот так вот издевательски легко Кошелев не пускает к мячу Гейслера. Снова Кошелев, Суворов, Сальков, Суворов. И обратите внимание, все время 2-3 человека из стройки свободны. В итоге Кошелев бьет и только мастерство Котова и прыгучесть его спасают ЦДН от еще одного гола. Угловой может быть последний матч, потому что полминуты до истечения основного времени. Зарабатывается в центре поля полминуты полминуты да, как только секундомер добегает до цифры 30 минут, раздается финальный свисток Владимира Коржевского и сейчас нас ждет церемония награждения. которую как всегда неспешно проведут ждем мы, никуда не расходимся, но расходиться не надо, потому что еще один эфир, но и сейчас мы не расходимся. вряд ли футболисты ЦДН горят желанием участвовать в церемонии награждения, но сделать это нужно. А уже на поле гефеста и ЦДК, который разминается, на ваших экранах кубок и медали, а также индивидуальные призы лучшим игрокам финала. Денис Денис продолжит продолжит играть в финалах Лиги чемпионов два года подряд. тройка 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 уже построилась, но сейчас и ЦДН построится, это дисциплинированный клуб, и тысячи Ну что, вот и футболисты ЦДН подходят сейчас к месту награждения. Сама церемония у нас меньше продлится, чем ожидание её, но не бывает так, чтобы сразу после финального свистка получилось всё. Михаил Меркулов за это, по-моему, поближе подойти, он будет вместе с Дмитрием Смирновым проводить церемонию. Давайте послушаем, кого признают лучшим игроком финала. Вот это интересно, ваши ставки. Ну, у ЦДН я тоже не знаю, даже, наверное, Георгий Кашакашвили. А может быть Сергей Котов. Ну, а у тройки, ну, наверное, я бы, я даже не знаю, все были хороши, я бы, наверное, Пилипенко всё-таки назвал. А Тимур Гейслер, а, ну, кстати, да, Тимур Гейслер бился до конца и был хорош и активен. Илья Пилипенко, да, получает приз лучшего игрока, но это логично, учитывая, что он сделал две игровые передачи и забил сам. Вот, Валься ЦДН получает серебряные медали. Как все пойдут или капитан получит и всей команде отдастся? Ну, суть всего, так и будет. Зуропантия. Удалённый, но не сломленный. Ну и тройка сейчас по очереди все будут получать. Второй год подряд Еврокубки выигрывает тройка. Вот до того никак не удавалось. Сначала принесли на юг Лигу Чемпионов, теперь Кубок ЛФЛ. Посмотрим сейчас, как будут радоваться, когда Артем Семенов получит кубок. Он уже получил медаль, первым пошел. А теперь стоит у столика ждет, когда ему, как спели бы в песне, кубок вручат, а может быть вручат. Руслан Алибеков, я вижу, здесь будет получать награду, вернее его дочка. Артем Семенов, какова будет радость сейчас? Радость хороша, но видно, что поигравшая и повыигрывавшая команда сейчас получила трофей. И хоть и важный, но не самый важный, наверное, для нее. Но еще раз повторюсь, два года подряд на юг приносят в Еврокубке тройка, ну или турниры на Москву, кому как больше нравится. И подтверждает свой класс, свой настоящий.